Приветствую вас. В таких случаях первое, что нужно сделать, это работать с вами. То есть, ребёнок, это отражение родителя. И, соответственно, что-то с ним происходит, это отражение того, что вы сделали. То, что происходит с ним, это отражение тех процессов, которые вы в него заложили. То есть, грубо говоря, если вы ребёнка своего подавляли, если вы к ребёнку своему не прислушивались, например, либо, допустим, либо вы его баловали чересчур, ну вот, ну вот, чересчур сильно баловали, то, соответственно, возможно, такая реакция его на, вот, окружающий мир. И поскольку девочке уже 17 лет, а 17 лет это срок уже не маленький, да, и, в общем-то, довольно большой даже, так, то вам необходимо менять свою тактику поведения с ней. То есть, для начала, вообще, перестать вмешиваться, если для вас это возможно, конечно, вот, перестать вмешиваться, поддерживать её во всём, даже в этом, да, даже в этом поддерживать её. Потому что она это делает для того, чтобы всех от себя толкнуть, она боится сближаться с людьми. А почему боится? Ответ на этот вопрос знаете только вы, к сожалению, к сожалению. То есть, никто больше, кроме вас, ответа на этот вопрос не знает. Никто больше, кроме вас, ответа на этот вопрос не даст, только вы. Поэтому я рекомендую вам, в первую очередь, вот, подумать на эти темы. Это обязательно, это абсолютно, абсолютно важно и абсолютно необходимо здесь. А дальше, смотреть по поведению. Чего не хватает вашей дочери, то ей и постараться дать. Модель, например, жёсткой любви можно применить. То есть, она ещё несовершеннолетняя, и зависит, например, от вас. Соответственно, вы можете подождёт к условию, что пока ты живёшь со мной, пока ты не работаешь, пока ты себя не обеспечиваешь, то, соответственно, как бы, я за тебя отвечаю, вот. И, соответственно, если хочешь жить по-своему, да, то, как бы, живи, никаких проблем нет, но тогда обязательно работай, обеспечивай себя и так далее. А вот, а если ты не работаешь и себя не обеспечиваешь, ну, соответственно, соответственно, о чём можно тогда говорить, да? Вот. Понимаете, я надеюсь, о чём идёт речь? Вот такое, вот так вот. Ну и вам, вам обязательно нужно к психологу, потому что, значит, дочь, понятное дело, к специалисту не пойдёт, а вот вам, вам вполне можно обратиться. Вот. Потому что иначе, иначе дело не будет, потому что, дочь, она не будет ничего менять, её всё устраивает, ваша дочь, ей пока что всё нравится, и вам, только вам, вам нужно менять свое поведение к ней все равно, вы ещё можете что-то изменить логику. Не могу сказать, что много, не буду вас стешить, эээ, лозу над ездой, да, чтобы вы не думали, чтобы вы не обольщались, но что-то изменить можно. Для этого нужно работать. в первую очередь вам. Вот. Значит, вот у нее есть мальчики, друзья, которым она врет. Значит, соответственно, если она им врет, то пусть врет. Как бы, хочет врать, да, пусть врет. Это ее личное дело. Как ей себя вести с друзьями. Что ей делать, опять же, с друзьями. Это вообще не важно заботу. То есть я не знаю, откуда вы узнали про то, что она врет, значит, с мальчиком, да, я не знаю, откуда вы это узнали. Но это вмешательство в ее личную жизнь. Уже это переход границ. Да, понятно, что она ведет аморальный образ жизни. Это понятно. Вот. Но это не значит, что вам можно вести себя с ней аморалом. Это не значит, что вы можете использовать те же, те же средства, да, те же способы, что и она использует. Но я думаю, вы со мной согласитесь здесь, что не нужно это делать. Не нужно использовать те же самые способы и средства. Где-то нужно включить модель жесткой любви, где-то нужно включить модель мягкой любви. Но всегда и везде уважать границы своей дочери, уважать ее личную жизнь. Вот. Потому что, если вы не сделаете этого, то она, ваша дочь, не будет этого делать так же. И я не думаю, если честно, что вам этого хотелось бы. Вот. Я не думаю, если честно, что это то, что вам вообще нужно. Вот это. То есть, именно то, чтобы дочь ваша, да, ага, значит, ну, не уважалась за сужие личные границы. Вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Поправьте меня, если я не прав. Ну, мне кажется, так. Поэтому определите сперва для себя, чего вы хотите для своей дочери. Вот. Что вы хотите сделать. Хотите ли вы ей помочь, например. Либо вы хотите ее починить себе. И, исходя из этого, уже двигайтесь. Но, сейчас повторю вам, что без обращения к психологу, да, без обращения к специалисту, вам не, у вас не получится понять, что с ней вообще происходит. У вас не получится понять причины того, что с ней происходит. Ну, потому что вы, вы субъективная сторона и смотрите на нее, на свою дочь субъективно. Вот. Ну, в большей степени, чем это нужно и в большей степени, чем это было бы полезно для успешного взаимодействия. Вот. Так что, смотрите сами. Решать в этой ситуации, я думаю, столько вам. Так что, выбор за вами. Ну, а мы, если у вас будет такое желание, поможем вам в вашей проблеме. Поможем вам в налаживании контакта с дочерью. И поможем вам в корректировании вашего же поведения. Для этого нужно, чтобы вы этого сами хотели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok